Всемирно известный мафиози Аль Капоне создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Какой афоризм или крылатое выражение появилось благодаря такому вложению денежных средств? А также почему на банкнотах изображают чаще мужчин и на чем, по мнению Генри Форда, нельзя экономить. Всего 20 вопросов. На них предстояло ответить участникам необычной игры под названием «Что, где, почем?». Одно задание, одна минута на раздумье. Догадливость, находчивость и общий кругозор – залог правильного ответа, говорят юные знатоки. Мне интересна финансовая грамотность и экономика. Готовилась я, ну, нас готовили в школе, там учебники выдали, мы все записывали, то есть готовились интенсивно. Порядка 60 ребят отвечали на два блока вопросов, по 10 в каждом. Игра прошла в формате известной телевизионной передачи «Что, где, когда». Среди вопросов были такие, на которые ни одной команде не удалось ответить правильно. Но, по словам школьников, это не причина расстраиваться. Это, скорее, стимул для дальнейшего изучения мира финансов. На это расчет, говорят организаторы. Главная цель – повышение финансовой грамотности у учащихся. Сегодня у нас участвует 10 команд из 10 школ. У нас планы на следующий год будут обширные, в том числе будут включать подобные игры. Сегодня я надеюсь на то, что многие из наших школьников получат для себя новые знания, которые впоследствии им будут нужны в жизни, в работе и, конечно, в реализации каких-то семейных проектов. На перспективу мы планируем проведение новых игр и охват новых школ. По итогам игры золото досталось 41-й школе, а 2-е и 3-е место поделили 49-е и 9-е школы соответственно. Лучшие из лучших получили не только грамоты, но также и 1 миллион рублей. Правда, в виде измельченных купюр, которые вышли из оборота. Организаторы намерены и дальше продолжать знакомить учащихся Владимира с миром финансов. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.